Рысь Пончик Рысь Пончик очень любила гулять по лесу. Там много высоких красивых зеленых деревьев. Пончик не мог налюбоваться на свой лес. Но когда он увидел, как по железной дороге мчится поезд, ему вдруг захотелось уехать на нем куда-то очень-очень далеко. Тогда он позвал свою подружку Перышко в черную муху с личным транспортом. Знаешь, Перышко, в моем лесу очень хорошо. Мне ужасно хочется посмотреть на другие страны. Тогда в дорогу! Скоро наступит вечер и мир станет черным. Черный оказывается тоже красиво. Мечтой мир и красный. Вот тут он заметил луну на небе и стал мечтать о мире, где все белое. Пончик не мог поверить своим глазам. Этот белый мир был так прекрасен. Но тут он заметил краешек синего неба и стал мечтать о синем мире. Отлично! Следуй за мной! Тут вдали на горизонте Пончик увидел корабль и вновь принялся мечтать. Она мне не мог разобрать. А я не мог разобрать. А я не мог разобрать. Прощай, синий мир! Перед ними мир желтый. Это желтый песок пустыня. Целое море желтого песца. Пончик немного устал. Ну из-за дюн на него смотрело красное солнце и ему захотелось вновь продолжить путь. И они взбирались на холмы, чтобы восхищаться с высоты красной равнины. «Радуга!» «Ты слышишь?» «Столько цвета!» «Глаза разбегаются!» — ласкнил Тулпончик. Прежде чем путиться в обратный путь, перышка захотела устроить Пончику цветы. Домой он вернулся на чудесном воздушном шаре. Пончик был очень доволен. «Как красиво в зеленом мире!» Потому что этот цвет в него лез. Обещаем, першка, ты еще вернешься. Все эти краски ты будешь на своем личном транспорте. «Добрый день!» «Добрый день!» «Ду-ду!» «Ду-ду-ду!» «Дой!» Я ха Субтитры сделал DimaTorzok